Всем привет! Продолжаем исследовать казанскую историю от обо, т.е. от яйца. Нас по этому сложному пути, как обычно, проведет Павел Канаев. Привет! Рад видеть. Приветствую, Клим Александрович. Всем привет. У нас дипломатия оказалась в прошлого раза недоразобрана. Да. В прошлый раз мы немножко ее не добили, бедную нашу дипломатию. Да. Мы успели... Напомним немножко. Успели рассказать, в общем, о дипломатической традиции того времени. О тех революционных изменениях, которые произошли в Великом княжестве Московском, в том числе и в части дипломатии. В целом о месте Москвы, ну и немножко Казани в системе дипломатических связей. И добрались мы непосредственно до русско-казанских дипломатических сношений. Немножко это осветили. Но, как мы уже говорили много раз, Казань также влияла очень сильно на контакты Москвы с целым рядом других государств. В первую очередь это Османская империя Турции, это, конечно же, Крымское ханство и Ногайская Орда. Вот это такие основные игроки. И вот за одну ниточку русско-казанскую мы потянули. Сегодня предлагаю потянуть за эти три другие ниточки постараться вот эти дипломатические узелки распутать. Давай. Вот. Ну, я думаю, начать стоит с Крыма, потому что много раз мы говорили про противоборство между Москвой и Крымом за влияние в Казани, постоянно звучит такое обозначение как прокрымская партия, прорусская партия и так далее. Поэтому Крымское ханство, наверное, по степени накала этой борьбы, это самый интересный момент именно связанный с Крымским ханством. И здесь, в первую очередь, нужно, наверное, коснуться такого момента очень острого, отчасти пропагандистского, такого жупела, можно сказать. Это дань. Это крымская дань. Все чаще приходится видеть такие вот в какой-то там публицистике, в комментариях многие высказывают такую позицию. Вообще Великое княжество московское, да и царство московское, что это вообще за государство такое? Они же Крыму дань платили, это же вообще не самостоятельно. Часто это очень еще идет рука об руку с такой вот риторикой, отсылающей немножко даже к Альфреду Розенбергу, к мифу XX века, что вот эти вот восточные варвары, ордыноподобная Москва и так далее. Как мы уже говорили, никакой дани не было, т.е. это полная ерунда. Дани никогда не платили. Но были поминки. Подарки, т.е. Дипломатические подарки. Совершенно верно. Т.е. практиковались и практикуются. Только уже сейчас это по-другому, естественно, называется. Всегда и везде. Т.е. Дипломатические подарки – это нормальная практика. На Западе. Да. Поминки дарились и на Востоке. И даже если мы, допустим, возьмем период феодальной раздробленности на Руси, правители, князья отдельных княжеств дарили друг другу поминки, т.е. здесь нет ничего такого сверхъестественного, и ни в коем случае нельзя это расценивать как дань. Т.е. нужно же очень четко понимать, что бывает дань, а бывает выход. Вот выход – это максимальная степень вовлеченности в чьи-то дела на Востоке, если мы имеем в виду Восток Европы. Выход – это просто налог. Это налог, да. Дань – это то, что взывается более-менее регулярно насильственным образом. Может быть, раз в 10 лет, может быть, просто от случая к случаю. В большом промежутком времени. А поминки – это просто подарки. Другое дело, что эти поминки в Крым очень большие были, насколько я понимаю. Из-за крымского аукциона, так называемого. Они были, во-первых, очень большими. Во-вторых, они были, ну, скажем так, нельзя сказать, что они были регулярными. Нет. Они не были никак регламентированы, и данью называть это нельзя. Но, да, эти поминки платились постоянно. Точно так же, как и постоянно платила их Литва, Великое княжество Литовское. Совершенно верно. Крымский аукцион. Соревновались. Кто больше заплатит, соответственно, того крымское ханство трогать не будет и нападет на противника. Королева Елизавета подарила Ивану Грозному попугая. Это тоже нужно рассматривать как поминки, это известный факт. Вот. Причем эти поминки могли быть как от лица монарха, так и от лица каких-то конкретных сановников, послов. Это могли быть поминки официальные, явные, т.е. это нескрываемый жест почтения. Или это могли быть какие-то тайные поминки, которые нужно было дарить. Подкуп. Да. Подкуп. Или поминки, скажем так, тайные, которые нужно было дарить только в случае определенных успехов. Если будут достигнуты те или иные договоренности, в противном случае их нельзя было дарить и так далее. Вот, например, если мы вспомним, опять же, в десятый раз мы вспомним нашего бедного Тревизиана, посла от Венецианского сената, который ехал в Большую Орду к хану Ахмату. Но попал в плен в Москве, его арестовали, думали, что он хочет натравить... Ну, немножко напомним. Хочет натравить Большую Орду на Москву. Когда все разъяснилось, когда стало понятно, что он собирается натравить на Турцию Большую Орду. Его выпустили, когда Иван Третий узнал... На Турцию можно. На Турцию можно, да. И когда Иван Третий узнал, собственно, когда все стало понятно, вот он посмотрел, Тревизиану тоже вез какие-то поминки. Вот. И он посмотрел и сказал, ну, вообще, с этим ты отправился к хану? Нет. И он еще даже из своей казны добавил даже подарков Тревизиану, чтобы был больше процент успеха. Так бедно нельзя заезжать хану. Так нельзя. Ну, что это вообще за гешефты такие? Да. Это недопустимо. Вот. Ну, известно, опять же, и в русских источниках, да, допустим, как псковичи после присоединения Новгорода, да, псковичи тоже отправляют посольство Ивану Третьему с поминками и так далее. Таких, в общем-то, эпизодов много. Но, конечно же, на Востоке этим дарам уделялось гораздо больше внимания, чем на Западе. Допустим, приехать с посольством к Крымскому хану или, допустим, к хану Большой Арды до этого, без поминок просто было нельзя. То есть, в лучшем случае это не приведет абсолютно к успеху дипломатической миссии. К худшей. Возникнут вопросы, а могут и возникнуть серьезные проблемы. Вот. Как мы уже сказали, поминки дарились и Ивану Третьему, и Василию Третьему. Причем как раз-таки на Руси, в Великом княжестве Московском, это, конечно же, было важно, но это не играло такой критичной роли. Допустим, известно, что Сигизмун Герберштейн при первом своем визите приехал вообще без поминок. У него никаких поминок с собой не было, и это никак не повлияло на переговоры. То есть, нету каких-то сведений, что это имело какой-то эффект негативный. Поэтому просто обозначим, что здесь ни в коем случае нельзя это называть данью. И подтверждений этому, конечно же, много в посольской документации, в посольских книгах. Вот, например, в посольской книге по связям с крымским ханством читаем по 1474 годам это была миссия посольская боярина Беклемешева, которая должна была установить союз против врагов. То есть, должны были получить ярлык с шертью, то есть, с союзом, с присягой против врагов. Это, в первую очередь, конечно же, Литва, Великая княжеца Литовская и Большая Орда. И отдельным пунктом шли наказы о том, чтобы не было в этом ярлыке, не шло речи о какой-то фиксированной дании, о каких-то фиксированных поминках, что этот пункт не должен быть прописан, мы не данники. И для этого, опять же, наказывалось не жалеть богатых поминок отдельным сановникам крымским при дворе, которые будут проводить интересы Москвы. Лоббисты. Лоббисты, да. То есть, это прямо отдельно прописывалось. Ну, и в свою очередь, в 1491 году Мингли Гирей писал Ивану Третьему. Ныне братству то примета, ныне тот запрос. Кречет и соболе рыбий зуб. То есть, это так называемые поминки по запросу. Были поминки еще и по запросу. Когда принимающая сторона прямо... Вишлист составляла. Вишлист. То есть, получается, как Вовка в 39 царстве. Давайте мне пирожено, мороженое. Вот такие вот... Рыбий зуб, моржовый клык имеется в виду. Да. Это имеется в виду моржовый клык. Рыбий зуб. Кто не был в Новгороде, там очень хороший есть музей. Прям в самом Кремле. И там есть, насколько я помню, гребни из рыбьего зуба. И новгородские мастера очень искусно делали разные всякие резные украшения. Гребни из рыбьего зуба. Это очень высоко ценилось. Гребни, солонки всякие разные. А потом мне очень нравятся игольники и КПУшки. То есть, всякие разные утварь, инструменты. Все что угодно. То есть, рыбий зуб очень сильно ценился. Кроме того, из рыбьего зуба можно было делать отличную гарнитуру для сабель мечей. Они же даже есть фактически найденные. С полностью косиными эфесами. Правда, на более раннее время. Но я подозреваю, что ничего не мешало, например, из такого замечательного материала оправить саблю и в 16 веке. Пряжки видел, когда делают из как раз рыбьего зуба. Они довольно специфические, правда, пряжки, но выглядят убедительно, работают хорошо, прочные, красивые. Собственно, были в том числе и такие поминки по запросу в отношениях с крымскими ханами. Это была норма вещей. И то же самое считалось нормой и в литовско-крымской дипломатии. И даже периодически крымский хан великого князя литовского троллят. Когда он говорит, вот, хочу с тобой в любви и дружбе быть и так далее. Ну, конечно же, хочешь, ты же не хочешь, чтобы мы набеги совершали. То есть, это даже прямым текстом можно посмотреть в посольских книгах. И в наших посольских книгах тоже это все отражалось. Очень приятно, когда читаешь посольские книги, и там крымский хан обижается, что вот прошлые поминки были гораздо лучше и больше, а сейчас ты его не что привезли. Да. Или сравнивают тоже. Вот Москва шлет, какие поминки, а вы мне что... Или наоборот. Такое тоже встречается. Что интересно, Великое княжество Литовское переписывалось с Крымом по-русски. Ну, это, в общем-то, логично. Сколько же там русских, да? И, естественно, большая часть Великого княжества Литовского, можно сказать, принадлежит как называемому русскому миру. В общем-то, здесь ничего такого удивительного нет. Но, как мы уже говорили, с нарастанием конфликта, во-первых, после исчезновения Большой Орды, как бы общего врага с Крымом, и после нарастания борьбы именно за Казань, за влияние в Казани, ситуация очень резко меняется. В первую очередь на дипломатической арене. То есть, можно сказать, как мы уже говорили, что именно на Казанской почве этот конфликт рос. И в дипломатии это проявляется очень ярко. То есть, в первую очередь это так называемая посошная пошлина. То есть, это элемент старой еще золотардынской дипломатии. Когда мурзы просто бросали посох перед ногами послов и требовали плату, поминки, опять же, за право их переступить этот посох. Известно, опять же, в посольской документации есть наказные памяти, предписывающие ни в коем случае эту посошную пошлину не платить. То есть, если было без этого не обойтись, то предписывалось все бросать, уезжать, потому что это было очень оскорбительно. Это, по сути, признать зависимость. И даже вот мы упоминали такого посла Мамонова, который в 1516 году попал в такую очень неприятную ситуацию в Крымском ханстве. Ему как раз таки предложили эту посошную пошлину заплатить, чтобы попасть на аудиенцию к хану. Он отказался это сделать. Тогда ему... Опять же, все это задокументировано, это все в посольских книгах есть. Ему тогда предложили просто сказать такую фразу, цареву слово на голове держу. Но он ответил, быть и без языка мне, а такого слова не скажу. Потому что, опять же, в восточном этикете, в восточном церемониале это означало прямое подчинение. То есть, держать чье-то слово на голове. И, в частности, послы хана Ахмата, допустим, были же переговоры во время стояния на Угре, обмены посольствами. Они требовали, чтобы Иван III и послы Ивана III колпак вогнув внутрь ходили. Как бы под тяжестью ханского слова. И Мамонов это сказать тоже отказался. И, насколько мне известно, он так и не вернулся из Крымского ханства. Честно, затрудняюсь я сказать, какие были причины его смерти. Но, в общем-то, он так свой конец и нашел. Опасное было дело в посольство ходить. Да. Это было очень опасно. Особенно в Крым. Потому что, действительно, очень много было таких случаев, когда послов били, посольство задерживали, кидали в темницу и так далее и тому подобное. Вымогали постоянно поминки. Причем очень было сложно рассчитать. Одно дело это официальные, как мы сказали, уже официальные поминки. Заготовленные. А другое дело, что там вздумается, взбредется в голову каким-нибудь, я не знаю, мурзам, прочим феодалам и так далее. То есть, здесь это было очень опасно и очень затратно в первую очередь. И, с другой стороны, крымские послы тоже часто очень попадали в такие неприятные ситуации в Москве. Потому что крымские посольства, как правило, они были очень многочисленные и более того, что Иван Третий, что Василий Третий просили не направлять большие свиты послов. Даже великих послов. Хотя вообще было принято, как мы говорили в прошлый раз, что великие послы, это самые важные послы по самым важным вопросам. Там свита могла достигать и 300 человек. Но здесь как бы практические соображения брали вверх, потому что это всегда было... Во-первых, они требовали поминки, они устраивали дебоши разные. Они часто так же, как и Нагаи, но Нагаи в большей степени, но они так же, как и Нагаи, часто посольства в Москву вели собой и лошадей табуны, и скот, в том числе, лошадей на продажу. Соответственно, их лошадей и скот охраняли тоже отряды воинов крымских, поэтому им тоже приходилось выделять со стороны Москвы детей боярских, чтобы охранять их. Естественно, в ходе этого начинались вооруженные столкновения, вооруженные конфликты. Поэтому с обеих сторон, что московским послам в Крым было опасно ходить, что наоборот. А вот какая была степень самостоятельности крымского ханства? Потому, что мы же понимаем, что они с рекордной скоростью превратились в вассалов Османской империи. С момента образования там, по-моему, и 30 лет не прошло, как они сразу попали так или иначе в зависимости от турок. Нет. На самом деле крымское ханство пользовалось значительной самостоятельностью. Да. В 1475 году официально Крым становится вассалом Османской империи. Тут во многом сказывались экономические интересы Турции. Потому, что Турция, на самом деле это как раз про Турцию будем говорить отдельно, был ряд таких опорных пунктов торговых. Очень важных узловых центров, торговые центры, транспортные и так далее. Такие как Кафа, например, которые были просто оккупированы. То есть, там сидели турецкие гарнизоны, там все было очень строго. Но, в целом, крымский хан действовал во многом самостоятельно. Ну, конечно же, какие-то крупные компании, как, допустим, историк Греков пишет, что Казанско-Крымский поход, крупный 1521 года, в любом случае был санкционирован. По крайней мере, Турция об этом знала. Потому, что не могли своему сюзерену не доложиться и не получить какое-то одобрение. Но, естественно, мы уже тоже упоминали, что очень большая была степень самостоятельности отдельных мурс, отдельных беков, которые даже в какой-то степени даже хан крымский не мог их полностью контролировать. Это феодализм. Это феодализм. Это типичное кочевое феодальное государство. Поэтому в целом переписка показывает, что, конечно же, была очень большая доля... В общем-то, это, по сути, было самостоятельное государство, которое во многом поддерживало торговые, экономические интересы Османской империи в плане вот этой транзитной торговли. И, собственно, согласовывало какие-то самые крупные военные операции, в которых периодически Османская империя и участвует сама. Опять же, если я все правильно понимаю, Крымское ханство в виде своей элиты делилось на несколько, по-моему, пять максимально знатных родов. А это не только Крымское ханство. На самом деле, все осколки Золотой Орды, и Казанское ханство, и Крымское ханство, и Ногайское Орда, все абсолютно, и Сибирское. Там были пять основных родов. Это Ширин, Барен, Кипчак и еще два других. Это основные роды, которые были представлены везде. Они рулили везде. Они были очень сильно связаны. Все, естественно, имели тесные родственные связи. Здесь мы можем говорить абсолютно про все юрты бывшей Золотой Орды. Ну, и дальше. То, что мы говорим про этот рост конфликта. Даже при Иване Грозном в дипломатической практике мы видим такие элементы, можно сказать, даже золотардынского периода. Но они носили чисто номинальный декоративный характер. Приходилось. Потому, что Крым... Во-первых, все-таки Крым был очень важен. Был очень важен для Ивана Третьего как союзник. Дальше очень важно было хотя бы сохранять со стороны Крыма нейтралитет дружественный. Чтобы хотя бы на нас не нападали. Поэтому даже при Иване Грозном были такие моменты, когда на пирах, допустим, чашу во здравие хана, крымского царя, поднимали первый перед царевым именем. То есть, в грамотах тоже титул хана писался первый. То есть, даже Иван Грозный всем монархам Европы в грамотах передавал поклон. Это тоже важное определение приветствия. А крымскому хану передавали челобитие. Это было очень важно. Допустим, если кто-то передавал челобитие... Это самое глубокое приветствие. Он челом бьет. А при этом ему отвечают поклоном. То тот, кто отвечает поклоном, конечно же, считал себя выше. Но всегда подчеркивалось, что все эти уступки дипломатические... При этом, конечно же, они считались братьями. То есть, равными правителями. Что тоже заключало в себе определенный парадокс. Потому, что уже при Иване III братьями считают... Москва считает... Великий князь Московский считает братьями только самостоятельных правителей. Если правитель является голдовником... Чьим-то вассалом. Чьим-то вассалом. То он не может называться братом. Допустим, тот же Василий III не считал братом магистра... Или, как правильно сказать, ландмайстера. Ливонского ландмайстерства. Потому, что хотя бы номинально, но он подчинялся Габсбургам, императору Священной Римской империи. Поэтому он никак не мог называть его равным себе братом. Доволь того, они этих самых несчастных ливонцев вообще... Вывели введение новгородского разряда. И пускай они ими там занимаются. Мы вообще не знаем, кто это. Ну, будущего новгородского разряда, понятное дело. Вот через Новгород... Сноситесь с нами. Лично никаких контактов вообще нет. Даже на уровне переписки. Да. Ну, это понятное дело. Просто здесь пример. Они не называли братьями. Плюс есть сведения, когда при Василии III начинают устанавливаться... Да, по-моему, при Василии III первые такие контакты с Индией. И туда отправляются послы. И составляются грамоты. Но вот этот пункт... Как называть братом, не братом... Он остается открытым. Потому, что нужно еще... Вот этот правитель. Вот он является самостоятельным или голдовником чьим-то. Поскольку это очень далеко. И слабое было представление. Какое там устройство. И кто кому вассал. Кто кому друг. Кто кому сюзерен. И так далее. То есть, нужно было сначала посмотреть, разведать. А потом уже... Как мы его назовем. Поэтому здесь сам факт, что Крым... Ну, что великий князь Московский называл братом крымского хана. Это уже был такой парадокс. И приходилось на это идти. Приходилось терпеть вещи. Не то чтобы унизительные. Но на такие уступки эти в церемониале. Поскольку это было очень важно. Но повторимся, что никогда не платили. Единственный раз, когда... Мы об этом говорили довольно подробно. Во втором ролике. После 1521 года. После московского погрома. Да. Во время этого набега Московско-Казанского 1521 года. Это была реакция на возведение Василием III ненавистного всем царевича Шаха Али. После этого происходит этот совместный крымского хана Мухаммед Гирея и Казанского хана. На тот момент его брата Сагиб Гирея. Когда дошли до Москвы. Взяли вот эту данную грамоту. Но очень быстро рязанский воевода Хабар Симский все это дело замял. Как мы говорили. И это было очень недолго. Где-то около месяца. Формально. То есть, единственный случай. Но всегда... Вопрос о Дании со стороны Крыма всплывал и позже. И при Иване Грозном. Но всегда давали здесь жесткий дипломатический. Ну, а когда приходилось и военный отпор. Это что касается именно Крыма. Русско-крымской дипломатии. И все это... И накал этого противоречия на дипломатическом театре, он конечно же был равнопропорционален противоборству за влияние в Казани. То есть, это все в общем-то мы можем проследить. Ну, и теперь Турция. Турция. Такой, можно сказать, кит. Моби Дик. Скорее Левиафан. Может, а Моби Дик. Да. Левиафан. Самый огромный и мощнейший игрок. Очень интересная конфигурация. Как с одной стороны Турция натравливала Крым и Казань на Москву. С другой стороны и Крым сам по себе очень хорошо натравливал Турцию. С 1475 года, как мы уже много раз говорили, Крым становится вассалом Турции. Прямым вассалом Турции. Ну, это не сразу повлияло на русско-турецкую дипломатию. Потому, что вначале при Иване Третьем, мы уже об этом отчасти говорили, при Иване Третьем установились такие стойкие дипсвязи между... Они в 90-х годах же появляются. В 90-х. Да. В 92-м году первое посольство неудачное. Первое посольство, которое отправил султан Боязид Второй, которое не пустило через свою территорию Великого княжества Литовского. Т.е. литовцы, видимо, как Гендальф стали, ты не пройдешь. Но я подозреваю, что это посольство тоже было очень сильно военизировано, там, наверное, был очень приличный отряд, и, может быть, тут произошло какое-то недопонимание. Для Великого княжества Литовского было крайне подозрительным сношение между Османской империей и Русью. Сейчас они договорятся, потому, что что с турками делать то и так никто не знал. Ну да. А если они сейчас еще и с русскими подружатся, так это вообще караул. Изначально Турция действовала довольно осторожно, и турецкая дипломатия действовала довольно осторожно. Да. Казань постепенно, так же, как и все по Волжье, попадает в зону первостепенных интересов Османской империи. Турция претендует на звание объединителя под своей дланью всех мусульманских вообще стран, всех государств, и в первую очередь всех осколков бывшей Золотой Орды. Но изначально отношения складывались довольно-таки дружелюбно. Первое посольство его не пустили, как мы сказали. Но уже в 97-м, по-моему, году... Да, в 97-м, в 99-м году уже из Москвы отправляется посольство в Стамбул. И вот тогда-то как раз-таки происходят вот эти первые встречи. И про что писал Энгельс, когда изумленная Европа, это вот именно тогда. Но тем не менее, в общем-то, исход этого посольства был довольно положителен. То есть, был заключен союз, были заключены грамоты о любви, дружбе и братстве. Именно братстве. То есть, Иван III был признан равным турецкому султану. И, в общем-то, эта дружба и братство устраивало обе стороны. Причем, опять же, повторимся, что инициатором установления этих дипсвязей была изначально как раз-таки Турция. Турки первые послали свое посольство. Направили. Почему это было выгодно? Во-первых, военно-политический момент. То есть, понятно, что Иван III очень сильно рассчитывал на союз с Крымом в борьбе с польско-литовским государством. Еще пока до охлаждения отношений. До того, как такое сравнение приходит на ум, когда уже при Василии III они рассорились и стали делить между собой Казань, как родители, которые разводятся. И ребенка никак не могут поделить. Это Казань. До этого еще было далеко. И на союз с Крымом очень сильно уповали. А Крым стал вассалом Турции. Поэтому нужно дружить и с Турцией. Все элементарно. Со стороны Турции Османская империя хотела предотвратить вступление Москвы в антитурецкую лигу. Которая... Габсбурги проталкивали. Да. Габсбурги проталкивали активно. Мы об этом говорили в прошлый раз. И, соответственно, ему тоже это было не нужно. Поскольку все знали. И Османская империя тоже не в вакууме была. Все знали, что объединенная Москва представляет довольно серьезную... Это довольно серьезные силы. Конечно, в одиночку тягаться с Османской империей Москва пока еще не могла. Но в союзе с западными странами это было довольно весомое дополнение в борьбе. При том, что у нас были очень сложные отношения с Литвой, а значит, еще и с Польшей. А у Габсбургов тоже были сложные отношения и с теми, и с другими. А значит, таким образом Габсбурги могли рассчитывать на Москву как на естественного союзника против Литвы, а заодно и против Турции. Против Турции. Мы тоже об этом отчасти говорили. И как раз Венский конгресс, когда эти противоречия разрешились. И все-таки не в нашу эту пользу сложилось. Но тем не менее. То есть, это вот такой военно-политический аспект. То есть, Турция не хотела вступления Москвы в антитурецкую лигу, куда ее очень активно заманивали. Габсбурги и вообще Запад. Опять же вспомним тоже письмо Венецианского сената. Это уже первые такие подходы, попытки. И дальше это все шло по нарастающим. Ну, и был такой очень важный торгово-экономический аспект. Потому, что Турция держала, выражаясь современным сленгом, крышевала малоазиатский участок транзитных торговых путей. Путей торговли между Востоком и Западом. Торговли пряностями из Индии, допустим. И Бурса, первая столица Османской империи, как раз-таки лежала на перекрестии этих торговых путей. И очень-очень большие деньги просто стригли на пошлинах. На торговых пошлин. Ну, чтобы мы понимали весь этот торговый путь, который шелковый путь, он же путь специй. Это такая была стратегическая штука, которую, например, в свое время... Вот буквально незадолго доописываемое событие, лет за сто. Тамерлан. Он пошел на то, что он просто уничтожил фактически всю северную часть бывшей Золотой Орды. То есть, все основные города, там, Укек, Увек и прочие, они просто были сожжены. Для чего? Это богатейшие города. Вообще-то богатейшие. С развитым ремеслом, торговлей. Зачем? Ты уже завоевал все. Так оставь их себе. Ну, это же элементарно. Вот как раз, два, три. Но нет. Он стремился, чтобы этот самый поток специй и шелка был как можно более узкий, как можно ближе к Самарканду и Бухаре. Он просто конкурентов торговых устранял даже в рамках собственной державы. Ну, да. Конечно же. Естественно, это экономический аспект важнейший. На что не пойдешь ради такой прибыли. Ну, и задолго до этого, на самом деле, московские купцы постоянно присутствовали в Османской империи. Постоянно туда ездили, торговали. Об этом множество источников говорит. Не только русских, но и турецких. Например, так называемые кадийские книги. Книги кадиев турецких. Это судебные такие... Чиновники, которые осуществляли судебную функцию. И, собственно, там постоянно фигурируют русские купцы. То есть, турецкие купцы тоже к нам приезжали. Торговля велась очень активно. Только с Турцией в основном торговали не по Волжскому торговому пути, а по Донскому. Понятно. Да. Мы об этом в следующий раз поговорим, когда уже будем... Про экономику. Про экономику. Да. То есть, объемы эти торговли... По Волжскому, понятно, с Персией торговали. Да. С Персией и с Шерваном. Шерванским ханством. Это в основном по Донскому. Но, тем не менее... И здесь еще такой момент соперничества Турцией с Португалией. Потому, что после того, как Вазка де Гамой был открыт морской путь в Индию, португальцы тоже выходят на этот рынок и начинают торговать по морю специями, опять же, из Индии. Ну, не только товарами, а из Индии. И, естественно, это был очень большой удар по сухопутной караванной торговле. А там же еще удобно получалось, с одной стороны, конечно, неудобно. Потому, что плыть нужно было вокруг Африки. Да. То есть, очень далеко. С одной стороны, а с другой стороны они сразу прибывали в Южную Индию. Конкретно Штри-Ланка, он же Цейлон, а там совсем другое дело. Там же сразу можно поехать или получить непосредственно товары из Индонезии. Соответственно, самые лучшие южные специи, и вообще вам никакая караванная торговля не нужна в принципе. Там и специи, и ткани, и чего только. Там драгоценные камни в первую очередь. Потому, что Шри-Ланка до сих пор один из мировых центров добычи драгоценных камней. Да. Это вот в 90-е как раз таки годы, когда очень активно португальцы выходят с этой морской торговли. 15 века. Не все 90-е, которые мы любим. Да, да. 15 века. Это 97-98. Да. 97-98. И конечно же этой караванной торговли, которой крышевали турки сложно было соперничать с морской торговлей португальцев. Они пытаются противостоять португальцам, но на море они им противостоять пока еще не могут. То есть, Турция пока еще... Вот в плане флота даже с Венецией они не очень-то справлялись. Ну, чтобы туркам противостоять португальцам, это ж нужно было выйти через Гибралтар на ту сторону в Атлантику к большому счету. Ну, они пытались на самом деле. Даже какие-то... Есть об этом сведения. Даже какие-то экспедиции отправляли. И прямо в Индию морским путем. Турки пытались. Но они поняли, что им просто это не осилить. Просто очень далеко. И флот. В плане флота турки, конечно, сильно уступали португальцам. Но, тем не менее, вот эта вот торговля караванная никуда не делась. И все равно Османская империя делала на нее очень большую ставку. И, с другой стороны, в Европе эти торговые пути сместились на северо-восток из-за противостояния Венеции и, опять же, Португалии в этой торговле. То есть, все очень сильно сместилось на северо-восток. И как раз-таки Великое княжество Московское стало очень важным транзитным отрезком. Важным, как сейчас говорят, транзитным контрагентом в этой торговле. Поэтому пытались всячески установить эти дружеские отношения. Пытались всячески обезопасить торговые связи. И, конечно же, это было очень выгодно. Но с течением времени, опять же, вот это противостояние между Крымом и Москвой обостряло и русско-турецкую дипломатию. И в Османской империи тоже росли такие воинственные настроения. И желание уже покорить, полностью включить в свою орбиту все Поволжье. Не только Турция использовала Крым как таран в борьбе за Поволжье, но и сам Крым хорошо подливал масло в огонь. Вот, например, когда в 1519 году был посажен с руки Василия Третьего на Казанском престоле шах Алина, шагалей, не безызвестный. Широко известный в узких кругах хан. Да. Широко известный в узких кругах хан с редкой бородой и с упитившимся пузом, как писал Сигизмунд Герберштейн. Сагиб Гирей, крымский хан на тот момент писал османскому султану о том, что в Казани порушили прям все мечети, что вместо них строят церкви православные, что прям мусульман притесняют, ну, это было... Попрание скреп всех. Всех прям скреп духовных. И пришлось в 21-м году от Василия Третьего направляется посольство в Стамбул для установления... Как раз таки это было, насколько я помню, это было первое такое крупное посольство к тому самому Сулейману Великолепному. Когда он стал ханом. Султаном. Султаном. Ну, конечно. Султан, конечно же. Это я заговариваюсь. Конечно же. Султаном. Те, кто смотрел великолепный век. Султан. Дорогу. Султан Сулейман. Хан Хазрет Лири. Вот. И важнейшим пунктом должны были объяснить, что на самом деле никто никакие мечети не рушил, что мизгити нерушимо стоят. То есть, вот такой момент, еще обострение со стороны Крыма тоже имел место быть. Вот. И, опять же, на дипломатической арене это тоже начинает проявляться такими вот агрессивными тоже выпадами. Мы уже это упоминали, например, в 1515 году, когда турецкий посол Кемальбек в своих списках боярских речей забыл так вот невзначай упомянуть пункт о братстве. То есть, о любви и дружбе написал, а о братстве забыл написать. И его московская сторона все-таки поправила немножко. Такие вот моменты начинают происходить. То есть, все более и более обостряется дипломатия. И в результате, к чему это приведет, мы помним. Мы об этом говорили в первом нашем ролике. Что первое такое полномасштабное военное выступление Османской империи против Москвы это 1569 год уже при Иване Грозном. Когда Турция отправит отряд, отправит янычар, которые соединятся с взбунтовавшимися нагайцами и попытаются отбить Астрахань. Это вот та самая компания. Когда турки попытаются прорыть Волгодон, чтобы перетащить на плотах артиллерию, у них ничего из этого хорошего не получится. Соответственно, такова была картина в русско-турецкой дипломатии. Тоже во многом это все было замешано именно на Казанской почве. На Казанском тесте. И здесь очень важный момент, конечно же, связан опять же с деятельностью Сагиб Гирея, как раз-таки выгнавшего нашего широко известного в узких кругах Шагалея. Потому, что в 1524 году он также подведет под руку Османской империи. Казанское ханство станет вассалом прямым юртом Турции. И это очень сильно обострит тоже отношения. И отправится в Москву посольство турецкое в 1924 году. В этом же году. Посол Скиндер, который будет говорить, что это наш юрт, и мы его доим. Но в свою очередь... Скиндер Искандер, что ли? Да, Искандер или Скиндер. Его тоже по-разному называют. Московская сторона отвечала тем же самым, что нет, это и старинаж юрт, и мы сажаем ханов с нашей руки. А поскольку в тот момент уже готовилось очередное наступление со стороны Москвы с целью вернуть протекторат, именно русский протекторат, и свергнуть крымских ставленников, в котором и являлся Сагиб Гирей. И уже такие довольно крупные войска, контингенты собирались на Волге. Но тогда московское слово оказалось весомее. Хотя кампания провалилась, то есть тоже мы об этом потом скажем. Но тем не менее с дипломатической точки зрения получается, что турецкое посольство уехало ни с чем. Вот это что касается в общих чертах именно казанско-турецко-московской дипломатии. Ну и третий узелок. Нагайцы. Нагайцы, да. Нагайцы очень интересно. Почему? Потому, что про них никто ничего не знает, как правило. Ну я имею в виду из совсем нашего рядового общепринятого зрителя. Все все время спрашивают, а Нагайцы-то что? Потому, что представляется себе что? Нагайская степь, где-то стоят юрты, пасутся баран, скочит лошадь, и почему-то вот это великолепие осуществляет какое-то давление и на Москву, и на Крым, и на Казань, и думают идти нам вместе или не идти, или может какую-то политическую изоляцию организовать. Как так получалось? Да и столица у них какая-то, сарайчик даже. Даже не сарай, а сарайчик столица такая, не очень. Как у Шуры Каретного, как назвали это? Титаник. Назвали бы Титан или Титанище. А тут сарайчик. Сарайчик. И даже, как это у нас говорили, там была любимая шутка в годы студенчества. Говорят, слушай, а чего ты на кафедру медиевистики поступил? Чего там озвучать? Века-то такие были, средненькие. Средненькие. А вот там не то, что средненькие, а еще и сарайчик в средненьких веках-то. Да, согласен. Нет, на самом деле, отчасти это правильное представление. Действительно. Степи, пасутся какие-то бараны, лошади. Только это очень большие степи и очень много пасется лошадей и баранов. Ногайская Орда – это такой феномен, можно назвать его феномен, она очень сильно отличается от всех других юртов и осколков Золотой Орды, и она очень сложна для изучения, для глубокого изучения, потому что... У них источников мало. Во-первых, мало источников, во-вторых, даже исходя из тех источников, которые есть. Просто это сложно для понимания. Там столько этих родов. Этих элей родовых. Там столько разных вот этих блоков. И там даже долгое время не было... Мы смотрим, допустим, царь Ивак. Ну, это сибирский хан. Сибирский царь. Который еще и Ногайский. Непонятна его роль. То есть, Ногайская Орда... Есть очень хорошая книжка «Три Павловых ВВ» «История Ногайской Орды». Это можно всем... Ну, мы ссылку прикрутим. Это можно всем рекомендовать. Она очень интересная. Но, опять же, читать ее непросто. Иногда мозг просто начинает закипать, когда вникаешь во все вот эти перипетии между этими родами. Очень это сложно. Но мы не будем углубляться именно в такую... Она была самая кочевая из всех. Да. Там практически не было никаких оседлых занятий. То есть, если даже Крым во многом кочевой, но все-таки там было, допустим, очень сильно развито виноградарство. Крымские вины и так далее. Бахчи были. Вот, например, Бахчи-сарай. Бахчи-сарай, да. Собственно, да. То есть, получается дворец Бахчи. Арбузный дворец. Арбузный дворец, да. Водка. То в Ногайской Орде это исключительно две составляющие экономики. Первое. Это, конечно же, скотоводство и коневодство. И продажа коней. И поголовья. Когда мы видим в источниках, что они гонят столько-то коней. Столько-то голов. Это, конечно же, скот. Это быки, бараны и так далее. Вот. И второе. Это набеги. Т.е. Набеговая составляющая была очень серьезная и поэтому с Ногаями пытались дружить все. Пытались дружить и казанцы, пыталась дружить и Москва, пытались дружить и крымцы, крымчаки. Потому, что никто не хотел, чтобы на них совершали набеги. Все очень просто. Вот. Опять же, мы не будем углубляться в раннюю историю возникновения Ногайской Орды. Потому, что в этом просто можно утонуть. Это очень сложно, очень интересно и очень долго. Так только отметим, что, конечно же, Ногайская Орда – это продукт распада Золотой Орды. Ну, как и все остальные. В конце 14 века был такой темник Эдегей, который нашими замечательным... Иван Васильевич меняет профессию. Немножко переместился во времени в 16 век. Пользуясь коллапсом Золотой Орды, пользуясь кризисом ханской власти, он основал свой собственный мангытский юрт. То есть, это было очень мощное племенное ответвление. Мангытские племена. И они организовали эту территорию между Волгой и Уралом. Часть северо-западного Казахстана от современного Ульяновска до Астрахани. Карту тоже мы прикрутим. Такая очень обширная территория в результате сложилась. И вообще термин Нагай, Нагайцы, Нагай, это в большей степени политноним. Нагайская Орда выбрала в себя очень многие племена кипчакские, татарские, входящие в Золотую Орду. То есть, опять же, пользуясь этим кризисом власти, создается этот мангытский юрт, он сразу же начинает, сам себе берет довольно большую автономию, он освобождается от податей центральной власти ханской, и поэтому было очень много желающих туда переселиться. Ну, кризис власти Едигей принимал не самое непосредственное участие в организации этого кризиса. А он какое-то время даже, по сути, всю Золотую Орду и возглавлял. Ну, потому что когда они выперли Тахтамыша, а потом разбили и Тахтамыша, и Витов-то на Ворскле в 1999 году, ну вот посмотрите, что там, как здорово получилось сразу. Что характерно Едигей и Тахтамыш, это же были кореша, которые воевали в войске у Тумерлана некоторое время, и были при его дворе, а потом одного отправили наводить порядок, и он решил проявить некую самостоятельность, а потом вслед за ним послали Едигея, чтобы он привел Тахтамыша в чувство. Ну, и Едигей пропал. Место проклятое. Да. Какое-то нехорошее какое-то место. Ну, т.е. это, как я уже сказал, т.е. туда очень разные племенные вот эти объединения, в основном кипчакской группы – это Мангыты, Найманы, Киреи и десятки других племен. Причем во главе этих племен стояли свои лидеры, свои беки или бии, так называемые, князья, которые подчинялись нескольким главным именно биям, руководителям именно Мангытской группы, которые, как правило, еще и носили звание беклербека, т.е. высшего военачальника. И все-таки изначально нельзя говорить, что при Едигее это полностью самостоятельное государство или образование, но серьезное такое возвышение и обособление происходит уже во второй половине XV века и связано с такими личностями, как Муса и Ямгурчи. Это братья. И как раз-таки Муса был беклербеком Ногайской Орды. И, по сути, это были фактические правители Ногайской Орды. Причем изначально все-таки соблюдались правила, потому что формально в татарском мире легитимной властью могли обладать только чингизиды. Поэтому все-таки пытались призывать каких-то формальных ханов из чингизидов, а если сужать, из джучидов, т.е. из Ууса-джучи. И, в частности, это были царевичи из рода Шейбани, сибирские ханы. Т.е. это был царь Ивак. И если мы... Т.е. по сути это был и фактически это был сибирский царь, сибирский хан, и он по факту мог распоряжаться, в полном смысле слова, ресурсами сибирского ханства. Но номинально он еще и являлся правителем Ногайской Орды. И именно Ногайская Орда, именно силы Ивака, Ямгурчи и Мусы поставили такую жирную окончательную точку в падении Большой Орды, потому что после уже стояния на Угре, как мы знаем, это не секрет, хан Ахмад полностью распустил свои силы, остался на зимовку с какой-то небольшой охраной, и вот как раз-таки Ногайцы, Муса, Ямгурчи и Ивак как раз-таки на него напали и произвели такое добивание, обезглавили Большую Орду, и после этого уже все, уже ее падение было неизбежно. Там была попытка сыновей Ахмата Ахматовичей возродить Большую Орду, но она ни к чему хорошему не привела. И получается, что говорить о окончательном обособлении Ногайской Орды, когда уже Ногайская Орда окончательно самостоятельное государственное образование, политическое образование, наверное, можно все-таки с 1502 года с окончательным падением Большой Орды. Кстати, то, что мы говорили во втором ролике про царя Мамука, который вместе с Калиметом и рядом казанских князей изгнал Мухаммед Эмин из Казанского престола, это был брат Ивака, сменивший его на посту сибирского хана и номинально хана Ногайской Орды. То есть, все это здесь было очень сильно замешано. С точки зрения дипломатии Ногайская Орда с конца XIX века очень активно начинает врываться в дипломатическое поле и очень активно устанавливать связи. Связи с Москвой, связи с Казанью, с Крымом, с Литвой тоже сносились. И здесь тоже очень большое значение имел фактор крымско-казанских связей, отношений. Потому, что изначально они были довольно тоже дружественные, поскольку был общий враг, поэтому вместе в союзе выступали против Большой Орды. Но когда Большая Орда обнулилась, то же самое, что и с Москвой. Исчез общий враг, в общем-то дружить вместе стало... Не против кого. Не против кого, да. Стало дружить вместе. И отношения стали резко ухудшаться. И уже в 1502 году происходит такой эпизод, как нападение нагайских отрядов, на крымское посольство, которое шло из Москвы. Правда потом дипломат, московский дипломат, который тоже шел в Бахчисарае, он уверял крымского хана, что это был случайный эпизод, что, в общем-то, иерархи нагайские никакого отношения к этому не имеют. Все дело в том, что часть нагайских мурс поддержала Ахматовичей. Часть Ахматовичей, которые засели в Литве, Литва приютила. Часть Ахматовичей. И был такой план, такая авантюра, возродить Большую Орду. Но ни Муса, ни Емгручи эту авантюру не поддерживали. Об этом в Крым сообщалось. И в результате все-таки правителям нагайской Орды удалось это подавить, удалось со своими мурзами разобраться. Но, тем не менее, это очень сильно охладило русско-крымские отношения. То есть, постепенно начинаются уже военные столкновения между Крымом и Ногайской Ордой. И забегая вперед, уже далеко вперед, можно сказать, что кончится это тем, что большая часть Ногайской Орды перекочует уже в Закавказье и попадет полностью под влияние Крыма. И уже, допустим, во время похода Давлет-Гирея 1571 года казанские нагайские отряды будут составлять значительную часть сил крымского войска. Ну, только в 1572 то же самое. Да-да-да. Теребердеймурза командовал. Да-да-да, совершенно верно. То есть, в результате все-таки Крым подчинит себе Ногайскую Орду. Но пока еще Ногайская Орда представляла очень сильную угрозу и временами даже хорошо теснила Крым. Поэтому с Ногайской Ордой приходилось считаться всем. Что касается именно Казани. Ногайская Орда пытается также воздействовать на Казань и распространить свое влияние. И первый акт распространения этого влияния после смерти хана Ибрагима, это у нас 1978 год, когда нагайцы поддержали Олегаму. Напомню, мы об этом говорили более подробно, что после смерти Ибрагима выдвинулись два претендента. С одной стороны, это как раз-таки Мухаммед Эмин, сын Нурсалтан. С другой стороны, Олегам, сын Фатимы. И как раз-таки Олегам пришел к власти при помощи Ногаев, при помощи прямого военного вмешательства Ногайской Орды. И вот тогда мы как раз можем говорить применительно к этому моменту о формировании прорусской партии, прорусского блока аристократии и восточного блока. Причем восточный блок – это пока еще в большей степени не про Крымская партия, а скорее про Ногайская партия. Ну, потом в 1984 году первый раз при поддержке Ивана Третьего, при поддержке Москвы Олегама свергнут. Первый раз посадят Мухаммед Эмина и снова Олегаму помогают Ногайца. То есть, они ведут довольно жесткую политику военного, то есть, именно военного решения казанского вопроса. Плюс заключаются династические браки. Как мы знаем, Олегам был женат на дочке того самого Ямгурчи, одного из фактического правителей Казани, на Каракуша, который попадет в плен вместе с мужем уже в 1487 году. То есть, Олегам будет свержен, пленен, она попадет в плен, и в результате ее уже выдадут замуж за Мухаммед Эмина. И она начнет его настраивать против Москвы. Яко огонь точить сухое древо и так далее. То есть, устанавливаются еще такие связи матримониальные. Вот. И на самом деле жесткие действия Москвы, взятие Казани в 1487 году, они, в общем-то, заставили Ногайцев немножко сменить тактику и немножко так вот протрезветь немножечко. Действовать более осторожно. Пришли в себя. Пришли в себя немножко. Поняли, что Москва все-таки тоже представляет значительную силу. И надо сказать, что и в самой Ногайской Орде, так же, как и в Казани, в самой Ногайской Орде выделяется два таких разных блока правящей аристократии. Грубо говоря, прорусская, которая выступает за мягкое решение и казанского вопроса, и за установление все-таки политики союза с Москвой, и вот в том числе как раз-таки Мурза Муса, вот он придерживался такой политики союза с Москвой. И, с другой стороны, это такая антирусская партия, которая в большей степени хотела великое княжество московское грабить активно, причем грабить еще и в союзе с казанцами. Поэтому здесь вот тоже аристократия, да, разные тоже, Мурзы, они, в общем-то, принимали ту одну, ту другую сторону, могли еще очень хорошо действовать самостоятельно, что мы видим. Еще и при... Даже когда уже и Ногайская Орда, и Казанское ханство будет... Они будут присоединены уже к Москве, Ногайцы постоянно будут тревожить торговые пути, и ходить по волжскому торговому пути будет опасно передвигаться к купцам, потому что постоянно имеется сведения о нападении Ногайских татар. И в этой связи противостояние между Ногайцами и Москвой, Крымом в борьбе за влияние в Казани как раз-таки очень кстати... Ну, то, что мы упомянули, очень кстати вот это вот Каракуш, дочка Емгурчи, попадает в плен к Вологду, в плен к Ивану Третьему. Потому, что она становится такой своеобразной разменной монетой и таким мостиком дипломатическим между Москвой и Ногайской Ордой, по сути, заложником. В посольских книгах есть сведения о посольстве. Ногайском посольстве в 1489 году как раз-таки по итогам всех этих событий, по итогам уже окончательного возведения Мухаммеда Эмина, уже прочное его утверждение на Казанском престоле. Это посольство от царя Ивака, опять же, сибирского царя и номинально Ногайского царя, и от как раз-таки Мурзы и Емгурчи. И Ивак просит освободить из заточения олигама, который находится в плену. Брат мой, олигам, царь, по случаю в твоих руках стоит. Со мной впрок захочешь братом быть, брата моего ко мне отпусти. Ну, и, разумеется, речь также шла о том, чтобы отпустить жену Каракуш. И в ходе этого посольства Иван III отправляет такой ответ. Ивак царь приказал нам о дружбе и о братстве, а Мурзы приказали к нам о дружбе жо. А нашего недруга олигамово люди царевы, которые от нас бегают, Алказы, Тевлец, Сиит и тех людей, Ивак царь, да и Мурзы у себя держат. А нынче к нам прислал Магмет Аминь царь, а сказывает, как есть и нынче ко мне шли и на с вами вместе идущие те люди Алказы, да Касым, Сиит, да бегишь, да утешь, да и Мурзина, Емгурчеевы люди, твой Тувачев брат, да сын, да зять, и с иными людьми, с Емгурчеевыми, землю Магмет Аминьеву цареву, и нашу воевали, грабили, да и голову в полон поймали. И но пригожили так. Похочет с нами Ивак царь дружба и братство, а Мурзы с нами дружбу похотят, и они бы то взятые головы и иной грабеж весь, что Алказы, да Касим, Сиит, да бегишь, да утешь, да Тувачев брат, да сын Тувачев, да зять с иными Емгурчеевыми людьми нынче с вами идущие взяли в нашей земле и в Магмет Аминьевой цареве, то все бы голову и иной грабеж весь велел отдати, а тех бы наших беглецов, ну, прочих-прочих-прочих, которые с ними были, велели бы казнить, чтобы вперед такого лиха от них не было. Да, то есть... А пригожили так? А пригожили так. Замечательно. Ну, разве так красиво делать? Просто блестяще. Как я люблю вот эту всю переписку читать, великолепно. Да, это очень интересный язык. А Алказы, это видимо какой-нибудь Алькази имеется в виду? Ну, да, естественно, Алькази, да, это все адаптированные. Понятно. Как у нас вдруг Исаак Али превратился в Шагалея незатейливо. Да, или Махмуд в Мамутяка. Да, Мамутяка. Ну, я думаю, что здесь, в общем-то, понятно, ну, в двух словах, скажем, что просит Ивак, да, просит отпустить Алигама или Алихама, да, Ильхама, просит отпустить, в свою очередь, Емгурчи и Муса, фактически правители, которые называются Мурзами, но на самом деле это немножко обманчивая формулировка, потому что Мурза, по сути дела, это такой своеобразный аналог детей боярских, да, т.е. но очень часто все вот эти татарские даже самые высокие должности почему-то вот у нас... А это не должность, потому что как у нас в 18-19 веке всех звали дворянами, хотя это мог быть при этом какой-нибудь великий князь, герцог и прочее. Это то же самое. Это просто знатный человек, значит, который имеет право занимать какие-то там верховные должности. Ну, это просто, если именно разбираться, не совсем так, потому что, опять же, Мурза, это, в общем-то, это, можно сказать, аналог детей боярских. Это Эмир Заде, сын князя, т.е. именно вот этот слуг в основном. Это мы будем, опять же, потом говорить про само Казанское ханство и про его устройство. Т.е. это, в общем-то, по сути, дворяне, которые владели своими поместьями также на условных началах за службу с юргалами и т.д. Т.е. по сути, это были беки, князья это было гораздо выше. Но часто их называют Мирзами или Мурзами, т.е. отпустить, в свою очередь, Мусай Ямгурчи тоже просят отпустить. Во-первых, Каракуш, дочку Ямгурчи, плюс сыновей, не в прямом смысле сыновей, а слуг. Это вот те подданные Мусы Ямгурчи, Иногайские, Казанские, которые поддерживали Олигама. И вот в этом столкновении в 1487 году воевали за Ильхама, за Олихама. И попали в плен тоже в Москву. И просят их всех отпустить. Предлагают заключить союз о любви, дружбе и братстве и т.д. Ну, а Иван Третий отвечает, что вы хотите дружбы хорошо. Люди, которые воевали против меня, они частично на свободе. И они у царя Ивака, и у вас, у Ямгурчи, и у Мусы живут и здравствуют. И еще и грабят. Грабят Казанское ханство, грабят территории Мухаммеда имина, грабят Великое княжество Московское. Пусть они сначала... Пусть все это отдадут, что награбили, и еще вот их казните. И вот тогда поговорим. И вот тогда поговорим. Ну, это в двух словах, о чем здесь идет речь. Ну, и опять же, мы уже упомянули снова Мамука, это младший брат Ивака, который займет его место после смерти брата, который станет сибирским ханом и номинальным правителем Нагаев. 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 Нагаевской орды. И есть сведения в источниках, в посольских книгах, что как раз-таки Муса, который все-таки тяготел к союзу с Москвой, он вот эту авантюру 1996 года, этот поход Мамука вместе с Калиметом и с князьями, теми мятежными казанскими, он не поддержал. И даже более того, он вслед Мамука отправил своего сына и 2000-й отряд, но не успел препятствовать этой авантюре. Ну, в результате, опять же, кому интересно, можно тот ролик посмотреть. В общем-то, ничем это хорошим не кончилось. В первую очередь для Мамука, но тем не менее, т.е. Муса пытался это как бы предотвратить. Слушай, а мне стало интересно, почему Нагаев имеет ли это какое-то отношение к известному полководцу Нагаев XIII века. Вот Макс Фасмер пишет, что от крымско-татарского Нагаев тоже, что казахский Нагаев татарин, живущий на востоке России, в основе лежит монгольский Нагаев собака. Ну, т.е. Видимо, полководца Нагаев и имя было такое же. Ну, Волк, т.е. Ну, да. Помимо всех этих политических моментов, противостояния... Да. И еще один момент, касающийся политики, это, конечно же, то, что мы говорили. Это отношения с Крымом, которые портились у Нагаевцев. И Нагаевцы тоже, в свою очередь, видели вот это возрастающее влияние Крыма в Казани. И, конечно же, они не хотели этого допускать, поэтому тоже активно боролись, т.е. пытались свой, можно сказать, протекторат установить и выдавить Крым. По отношению к Москве тут позиция постоянно менялась в зависимости от того, какая страна, какая партия... Допустим, Муса был сторонником союза с Москвой, а Емгурчи, его брат, в свою очередь, который тоже имел очень большой политический вес еще при жизни брата, а после его смерти станет практически единственным фактическим правителем авторитетным. Он, в общем-то, занимал довольно воинственную позицию по отношению к Москве и был сторонником военного решения Казанского вопроса. Но, естественно, помимо военно-политического аспекта тоже очень важен был экономический, торговый. Потому, что мы уже сказали, что помимо набегов важна была торговля лошадьми и скотом. С каждым посольством практически нагайцы приводили табуны лошадей на продажу. Причем по некоторым сведениям, по некоторым источникам иногда до 40 тысяч коней это достигало. Не знаю, насколько это достоверно. Но, тем не менее, в Москве было постоянное нагайское подворье. Там постоянно шла эта торговля. Помимо этого также торговали активно нагайцы с русскими. Именно скотом и лошадьми торговали в самой Казани и в Астрахани. Тоже были такие важные пункты. Для нас лошади это было до начала XX века большая проблема для России. Потому, что вроде как велика наша земля и обильна, но наряда в ней нет. А с другой стороны, у нас лошадь в дикой природе не водится сама по себе. Ну, там, может быть, с исключением черноземья, белгородских, курских степей. Там, возможно, они уже и есть. А вообще-то в сердцевидной России лошадь в дикой природе не существует. Ну, а лошадь это что? Это тягловая сила крестьянского, любого хозяйства. У нас чего греха таить? Это без лошади или худо лошади, вот, извольте, видите, до индустриализации страдало наше село очень сильно. А значит, и вся экономика. Ну, и плюс воевать на чем-то надо, опять же, у нас своих лошадей нет. Ну, да. Вплоть до того, что крестьяне сами себя впрягали в плуг. Это и на самом деле было даже поднятую целину Шолохова. Даже тогда это было совершенно нормально. Ну, и, конечно же, да, это не только… А, да, и удобрения, конечно. И удобрения, это очень важно, да. Да, это и лошади, и практически львиная доля вообще в принципе всего поголовья скота – это и бараны, и коровы, и так далее. Это, в общем-то, большая часть поступала именно из Ногайской Орды, т.е. непосредственно с посольствами в Казани и в Астрахани. А в торговых хабах. Да, в торговых хабах, и в том числе Ногайцы гнали все эти табуны вместе с вооруженной охраной, конечно же, через территорию в том числе и Казанского ханства. Ну, поэтому многие хотели дружить, чтобы лучше торговать, чтобы беспрепятственно, беспошленно и без каких-то проблем в том числе и проходить Казанскую территорию. Поэтому вот тут еще такой был очень важный момент торгово-экономический. С этими посольствами и этими табунами очень много проблем возникало постоянно. Ну, когда собирается такое количество воинов конных, степных, они сразу же начинают себя осознавать джигитами. И вести себя омерзительно. Вести себя омерзительно. Поэтому повторимся, так же, как и с Крымом, даже с Ногайской Ордой это в большей степени ощущалось. Постоянно приходилось их встречать на границе, приходилось их провожать. То есть, крупные отряды детей боярских. Которые еще и не всегда могли с ними справиться. Поэтому приходилось много отрежать детей боярских. Это все было очень накладно и сложно. И здесь тоже показателен такой момент, что как раз когда в 1989 году пришло то самое посольство, о котором мы говорили из Ногаев, Иван Третий отправил своих представителей навстречу этому посольству. И были такие вот наказы. «Великий князь послал против Ногайского посла Юшка Подьящего, а велел ему давать и корм на стану по два барана, а овчины назад отдавать. А на кони, на которых они едут, на десятеро лошадей четверть овса. А которые кони гонят на продажу, на те кони корму не давать». То есть, получается, что были даже и такие претенденты, что Ногайцы еще и требовали корм для лошадей, которые предназначались на продажу. То есть, в общем-то, им палец в рот не клади. Поэтому, в общем-то, Ногайцы такие были очень бравые. С другой стороны, представишь себе тысячи лошадей, если они сами себе корм найдут, а как только ты приезжаешь к нам, пастись тут негде очень часто. Поэтому как мы их продадим? У нас еды-то нет, они просто не доедут до места продажи. Может, вы нам как-то поспособствуете? Ну да. А с другой стороны, как-то тоже интересно. Вы их продавать собрались? В том-то и дело. Запасите едой, потому что сейчас мы их будем кормить, а потом мы у вас их еще и купим. Вот здорово! Ну, понятное дело, что это довольно такие быстрые... Ну, они продвигались довольно быстро, и какие-то большие громоздкие обозы они с собой не брали. Но, насколько мне известно, всадники, даже конные лучники, они довольно много могли вести и на себе. Это, кстати говоря, это заблуждение, что ты много сможешь навьючить на лошадь. Во-первых, куда, а во-вторых, у тебя же есть твоя лошадь, личная, на которой ты едешь, и заводная. Так вот, заводная должна идти или вообще без груза, или в легком грузе очень. Чтобы она не устала. А сколько ты навьютишь на лошадь? Учитывая, что в среднем это же эти самые мопеды волосатые, метр тридцать, ростом метр тридцать пять... Да, метр тридцать, метр сорок. Хорошо, если метр сорок. Метр сорок это уже довольно большая. Ну, вот весит в снаряжении всадник килограмм восемьдесят. Ну, я имею в виду, что люди были мелкие, все-таки. Метр сорок пять. Меньше весили, да. Ну, вот восемьдесят пять кило он весит в снаряжении. Ну, еще килограмм двадцать пять ты можешь навьючить. Так, чтобы лошадь не охренела от веса. Потому, что лошадь весит килограмм четыреста максимум. Это же не здоровенная скотина пятьсот 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 пятьдесят килограмм или даже шестьсот. А это вот такая вот, ну, почти пони. Ну, сто килограмм ты вместе с собой, конечно, на нее навьючишь. Ну, сто двадцать. Это очень немного. Ну, это понятно. Ну, значит, надо вести с собой обоз. Потому, что это действительно как-то странно. То есть, вы продаете их, еще и должны их кормить бесплатно. Накладненько. Накладненько. Как-то себе убыток, так получается. Ну, в общем, да. То есть, следили за тем, чтобы не давать корм именно лошадей, которые на продажу. Тем более, если они могли, опять же, по несколько десятков тысяч гнать. Это очень накладненько получается. Мурза, Муса все-таки начинают политику такого мирного соседствования и, в общем-то, союза с Москвой. То есть, и в 1990 году, в 1490 году направляется посольство к Ивану Третьему с просьбой разрешить Мурзе-Мусе выдать дочку его за Мухаммед Эмина. Ну, и мы тоже об этом уже говорили. Что, в общем, Иван Третий дает свое согласие. Что да, пригоже тебе у Мурзы-Мусы взять дочери его, чтобы Мурза-Муса тебе прямой слуга и друг был. Муса-Муса или Муса-Мурза. Муса-Мурза. Ну, тоже слуга здесь не стоит принимать. Понятно. Да, это имеется в виду партнер, скажем так. Иван Третий, с одной стороны, Иван Третий тоже стремится через Казань, через вот эти связи распространить свое воздействие на нагайцев. И нагайцы со своей стороны тоже, в общем-то, стремятся к тому же самому. И плюс еще, чтобы выдавливать крымчаков тоже из Казанского театра. Ну, а потом повторимся, что уже в 1502 году, когда второй раз уже после своего брата Абдул Латыфа вернется на Казанский престол Мухаммед Эмин, Иван Третий еще и выдаст за него эту самую Каракуш, дочку Ямгурчи, которая до этого момента так и оставалась в качестве такого, можно сказать, политического заложника. Вот он эту карту наконец-таки разыграет, чтобы тоже скрепить немножко так русско-казанско-ногайские отношения. На самом деле, и вот эта борьба между Крымом и нагайцами, она тоже усиливается, она тоже накаляется, и это местами играет на руку Москве. Например, в 20-х годах тоже, когда в Москву тоже по поводу как раз-таки казанских дел прибывает крымский посол Кудаяр, если я не ошибаюсь, его звали. Кудияр. Кудияр, да. Кудияр. И вот эта классическая схема. Одни твердят, что это наш юрт, и мы его доим, что это крымский и турецкий юрт, и Москва отвечает, что нет, это наш юрт. Но, опять же, здесь тоже была такая ситуация, что, во-первых, Василий Третий уже готовил широкомасштабное военное вторжение, т.е. собирал войска, ну, и с другой стороны Крым как раз-таки воевал с Ногайской ордой, и, в общем-то, Ногайская орда хорошо его теснила, поэтому тут дипломатическая позиция Москвы была очень жесткая, и хотя, к сожалению, вот эта военная кампания 1924 года окажется тоже неудачной, но потом, забегая вперед, кампания 1530 года окажется для Москвы удачной, и уже возродится в конце правления Василия Третьего все-таки протекторат московский над Казанью. Но, тем не менее, Москва здесь занимает такую очень серьезную позицию. Но ситуация менялась, и этот маятник тоже постоянно качался то в одну сторону, то в другую. Например, вот уже в 1924 году, когда на ханский престол в Казани... Это, опять же, тоже был еще крымский протекторат, но напомню, что Сагиб Гирей чем-то не устроил тоже казанскую правящую аристократию, его меняют на его брата Сафа Гирей. И вот тогда уже наблюдается такой союз Крыма с нагайцами. То есть, крымчаки действуют совместно с нагайцами, и при помощи нагайцев устанавливается союз с Астраханским ханством. Каза Казани с Астраханским ханством, и Сафа Гирей даже женится на дочери астраханского хана Мамая. То есть, это не тот Мамай. Более другой. Это более другой Мамай. Ну и, опять же, конечно же, если так вот просмотреть, проследить, то в большей степени, конечно же, нагайская орда оставалась враждебной великому княжеству московскому, и потом московскому царству. И, естественно, вот эти тоже противоречия на Казанской почве играли в этом очень большую роль. Ну а закончится все это, опять же, только с включением Казанского ханства уже окончательно в орбиту уже одного из более сильных игроков. Ну и, как история сложилась, мы знаем, к счастью для нас это все-таки оказалось московское царство, а не Турция и не Крым. Там занятно, конечно, обратить внимание на то, что на момент максимального расхождения Казани, уже при Иване Грозном, и Москвы именно нагаи послужили одним из важнейших факторов политической изоляции Казани. То есть, они таким образом выступили в пользу Москвы. Да, ну там на самом деле многие выступили в пользу Москвы тоже, как мы говорили, те же морейцы-черемисы, которые помогли, по крайней мере, не препятствовали строительству Свияжской и так далее. Да, там все было очень неоднозначно, противоречия были со всех сторон, да, они нарастали, противоречия внутри самой Казани, разных туземных князей и общей правящей татарской прослойки, да, и Ногайский элемент тоже. То есть, нам нужно подвести некую черту. Вот мы рассмотрели московско-крымские отношения, московско-турецкие отношения, московско-ногайские отношения, ну, условно, московско-казанско-ногайские, вот так правильнее, да, наверное, будет сказать? Да. А какую-то черту нужно подвести. Давай-ка сейчас я попробую, а ты мне поправь, или дополни, если вдруг я что-нибудь упустил, или неправильно сказал. Во-первых, значит, у нас есть Крым. С Крымом все сложно и плохо, потому что Крым после падения Большой Орды – это объективно не может быть союзник, может быть только противник и конкурент, а за Крымом стоит в любом случае Большая Турция, которая с одной стороны на него влияет, но не может не влиять, это слишком большой игрок, с другой стороны Крым из-за известной территориальной удаленности и экономической важности играет огромную роль и для Турции тоже, поэтому имеет шансы вести самостоятельную политику во многом. То есть, Крым враг, точка, и Крыму нужен путь по Волге. Почему? Потому, что, ладно, ислам, исламам – это все очень, конечно, важно и интересно, но торговлю нужно замыкать на себя. Это больше ширма, да. Конечно. Торговлю нужно замыкать на себя. При этом между Волгой и Крымом находятся Нагаи, которые хотят получить себе чего-то. Раз уж мы так удачно оказались между Волгой и Крымом, а вы вроде как на эту самую Волгу собираетесь залезть, так может быть вы как-то с нами поделитесь, что ли, я не знаю. А при этом за всем этим благосклонно со стороны взирает Турция, которой с одной стороны очень не хочется, чтобы Россия оказалась в какой-то единой габсбургской упряжке антитурецкой. А с другой стороны ей тоже нужна Волга, а значит так или иначе придется, пускай посредственно через Крым, вступить в конфликт с Россией. Но при этом как-то сделать так, чтобы Россия напрямую не включилась в габсбургскую упряжку. О, как интересно. Да. На самом деле, да. Все именно так и было. В общем-то, разложил все это по полочкам. И действительно, если так посмотреть, на всем этом театре все-таки основные... Да, Ногайская Орда это очень важный фактор, но тем не менее, как в конце концов сложится все, то есть все-таки и Ногайская Орда тоже подпадет под Крым. Все-таки основные два, если самых крутых акторов, это все-таки Москва и Крым. И Турция, да, она, конечно, вмешивается, но до определенного предела она, как мы говорили, очень осторожную политику, она все-таки не идет на такое полное военное вмешательство, поэтому она где-то там маячит постоянно, но все прекрасно понимали. Я думаю, что это было понятно, что все-таки Османская империя не готова вот так вот конкретно уже... Пока еще конкретно вступить в это противоборство с полной силой. Потому, что даже в 1524 году Казань объявляется османским юртом, но по сути ничего, очень быстро об этом просто все забыли. То есть, это ни к чему, по сути дела, не привело. Поэтому, конечно же, в первую очередь это Москва, Крым, а Казань здесь, это опять же многие исследователи тоже, до 1978 года действует самостоятельно. То есть, у нее был еще... 1478. Да, 1478 года. Это после того, как умер Ибрагим, и после всей этой истории сначала с Олегамом, потом с Мухаммед Эмином и так далее. То есть, до этого момента Казань действует в большей степени самостоятельно, и можно сказать, что она практически не испытывает давления каких-то сторонних сил. Но с этого момента все. Уже она, в общем-то, теряет такую свою самостоятельность и постоянно только меняет позиции, меняет сторону. Но она постоянно смотрит в чью-то сторону. Либо в сторону Москвы, либо в сторону Ногайской Орды, либо в сторону Крыма. Ну, и в результате выделяется два таких основных столпа в регионе. Это все-таки Москва и Крым. Интересно. Следующее у нас будет таким образом про экономику. Да. Про экономику. Мы разберем именно уже экономически. То есть, с одной стороны, торгово-экономический аспект. Это именно контроль над Волжским торговым путем и над Казанской ярмаркой. Как раз-таки тоже о чем ты сейчас сказал с экономической точки зрения. Мы это более подробно разберем. И сюда же земельнопоместный. Потому, что все-таки... Да. Мы в большей степени будем говорить в контексте именно расширения поместного фонда. То есть, это очень важно с военной точки зрения. Поместный фонд Москвы, естественно. Поместный фонд Москвы. То есть, это наделение служилого военного сословия поместьями, с которых они будут кормиться и выезжать на военную службу. Но поскольку это земля... А земля – это всегда экономика, в первую очередь. Поэтому здесь это стоит объединить именно торгово-экономический и земельнопоместный аспект русско-казанских отношений. Ну, что? В два приема с дипломатией разобрались. Очень познавательно. Многое встает на свои места. Спасибо. Будем теперь экономику ждать. Да. И вы ждите. Далеко не уходите, мы скоро вернёмся. На сегодня всё. Всем пока. Всем пока.